Пока мы добываем презентер, давайте начнем с эпиграфа изотакта. Я не знаю, как начался ваш сегодняшний день. Мой начался со звонка одного замечательного партнера из Кирова, одного из основателей математических школ, который позвонил мне, надеюсь, что я в данный момент в Сириусе, я являюсь заместителем руководителя этого образовательного центра, для того, чтобы решать вопросы статуса его математической школы. Я поняла, что он плохо представляет себе, в какой точке пространства я нахожусь, потому что он начал спрашивать, можно ли купаться в море. Самое смешное, что я некоторое время задумалась над этим, подумала, что, ну, в принципе, конечно, если вы морж, но потом я поняла, что он ожидает от меня какого-то другого ответа. И вынуждена была ему объяснить, что средства современной связи, они таковы, что ты можешь находиться в тысячах километров от нужной цели и выполнять те действия, которые нужно. И, в общем, собеседники это не совсем поймут. Мы немножко поговорили по делу, он немножко похвастался результатами последних побед его учеников на последнем совещании. И мы договорились 18 мая встретиться наяву в Санкт-Петербурге. Кенгуру будет праздновать юбилей. Так или иначе, любой математик отлично понимает, что кенгуру – это нечто, про что имеет смысл хотя бы знать. Если не играть в эту игру, то хотя бы понимать, что вот есть такого типа стратегия, которая позволяет формировать интерес к нашему замечательному предмету. Это было первое такое вступление. В процессе разговора я стала говорить, что да, я не сомневаюсь в том, что я буду 18 мая на юбилее, потому что все-таки Михаил Плоткин мой учитель, все-таки мои ученики создавали это движение. На что мой коллега сказал, вы же заместитель директора Центра русского языка и словистики Российской академии образования. Причем здесь вы и математика. Я говорю, что ну приличный математик, собственно говоря, может и русским языком заниматься. И то, и другое язык. Если ты однажды понял, как решается задача математическая, то химические, физические, любые другие задачи не представляют для тебя интеллектуальной сложности. У тебя может не хватать нужной информации, но уровень сложности, в общем, для тебя уже более-менее доступный. Да, я в этом плане такой великодержавный математический шовинист. Я твердо убеждена, что математика создает фундамент качественного образования. 30 лет я преподавала математику, старалась преподавать в старших классах. Часто объясняю, почему. Просто потому, что я не могу понять, чего не могут понимать пятиклассники. А когда я не понимаю, чего не понимает мой ученик, я не могу этого ему объяснить. А вот, чего не понимает ученик 10-11 класса, я понимаю запросто. Это мне доставляет удовольствие. И самое большое удовольствие – это придумывать, как им объяснить. Потому что, когда сам себе объяснишь, таким удовольствием начинаешь объяснять это им. Все это я понемножку рассказывала и ему. И тут вот это, заканчивая я свое вступление, я призналась, что вообще-то я закончила физико-математическую школу, что училась я у великого Майзелеса. В физике меня учил не менее великий Соловейчик. Поэтому вот эта школа, 30-я, мы находились тогда рядом. 38-я школа, которую я заканчивала. Потом это стало одним образовательным учреждением. Поэтому я каждый раз хвастаюсь, что я где-то сегодня пришла в свой собственный дом. Хотя моя педагогическая карьера вела меня и через математику, и через русский язык и литературу, и к педагогике успеха, и доктору я педагогических наук, и горжусь этой отраслью. И вот в этом месте на самом деле возникает самая главная пауза. Я стала думать, что я так опрометчиво пообещала Максиму Яковлевичу Протусевичу, который тоже является моим учеником. Посмотрите, сколько я живу. Как давно это все. Блестящий комплимент, изысканно сделанный комплимент. Ничего не могу сказать, причем не Максиму Яковлевичу, а мне. Ну, в общем, когда я Максиму Яковлевичу пообещала встретиться с учителями математики, я не представляла себе своих мучений сегодняшнего утра. Потому что я стала думать, про что я сегодня буду разговаривать? О чем? Вот соберутся люди, которые всерьез заняты предметом, которые, в общем, наверное, ожидают каких-то таких базовых решений и каких-то методических новостей. Что им может быть интересно от меня услышать? Ну, вот, например, можно с ними поговорить о тех баталиях, которые сегодня идут вокруг стандарта математического образования. Вы отлично знаете, что сегодня мир разделился на две части. На тех, кто приветствует введение новых стандартов, и тех, кто категорически против. Те, кто приветствует введение нового стандарта, говорят, слава богу, уровень математического, углубленного математического образования должен быть повышен. Те, кто отрицают введение нового стандарта, говорят, ребята, вы промахнулись. Вы низ опустили слишком вниз, а верх подняли слишком наверх. И похоже, что в эти рамки не будут попадать большинство школьников, которые сегодня учатся в России. На эту тему шли, идут, и, наверное, еще долго будут идти дискуссии. Мы сегодня действительно в остром кризисе, потому что два предмета, которые сдает вся страна, и равно неуспешно русский язык и математику. Предел качества, который более 20-30% в стране, людей, которые не способны сдать этот предмет успешно. Это одна сторона, вот там про низ, который существенно просел. А теперь другая сторона, про верхи. Мы находимся в условиях, когда глобально и быстро меняются технологии. Все современные технологии, биотехнологии, нанотехнологии, когнитивные технологии, вся цифровизация стоит на фундаменте хорошей математики. Для этих всех направлений деятельности нужна целая прочная, мощная когорта населения, которое умеет с математикой жить, использовать ее как язык, использовать ее как инструмент. Беда заключается в том, что эта прослойка очень тонкая. По большому счету нам для технологического прорыва в стране нужна критическая масса, порядка 10% населения, которое вовлечено в технологический прорыв, увлечено этим технологическим прорывом. Ну, проведем приблизительные расчеты. У нас где-то 150 миллионов населения. Значит, 15 миллионов должны войти в эту элитарную группу прорыва. Польстим сами себе, будем считать, что половина из них взрослые. Вы согласитесь, что это немножко лезть? Что 7,5 миллионов приходится на взрослое поколение. Значит, 7,5 миллионов должно приходиться на школьников и студентов. 7,5 миллионов технологической элиты, куда гарантированно входит математика, как радость, удовольствие, вдохновление, полет и вообще хорошее знание, хороший инструмент. А у нас всех победителей и призеров Всероссийской Олимпиады, и не только по математике, но и по другим дисциплинам, около 50 тысяч. 50 тысяч и 7,5 миллионов. Какая-то тут развилка образуется, достаточно странная. И вот в этой области на самом деле и проходит тот самый водораздел, с которым мы сегодня работаем. Когда-то мне пришлось заниматься достаточно долгое время подъемом естественно-научного образования в стране. Но это было в тот момент, когда страна увлеклась, например, нанотехнологиями, и вдруг стало понятно, что любая хромая лошадь, то есть, но сдавшая хотя бы натрий, физику, химию, биологию, могла претендовать на бюджетное место в элитарном ВУЗе. Но хромая лошадь, в общем, до конца и дохромает. Она никакого эффекта не будет иметь. И нужно было что-то сделать, чтобы они хотя бы выбирали в 10-11 классе эти профильные предметы. Их просто не хватало на то количество бюджетных мест, которые выделяла страна для решения актуальных задач. И выяснилось, что голосуют против естествознания они уже в 6-м, 7-м и 8-м классе. А в 9-м, 10-м и 11-м уже поздно. Уже не вернуться. Не вернуться к чему? Не вернуться к формированию собственного строя мышления, в котором это удовольствие, радость, приключения, в котором вот это следование за лягухой для открытия мира и открытия того, как она прыгает, зачем она прыгает и что она при этом делает, в котором исследовательский путь познания становится важнейшим инструментом, вот уже не вернуться. И стало понятно, что надо что-то делать в этом возрасте. Возвращать ощущение приключения, возвращать ощущение удовольствия, возвращать смыслы деятельности на этом возрастном периоде. Если говорить честно, я думаю, что с математикой, честно говоря, так же. Я не знаю, как кто из вас стал математиком. Я помню тот момент, когда из ненавистного мне предмета, в силу того, что я очень, видимо, мешала учительнице, и меня очень интересовал мой сосед, она нас отсадила на последнюю парту и сказали, вот вам задача, пока не решите, я вас вообще отсюда не выпущу. Мы ее решили через 10 минут. И радостно сообщили, что вообще пустяк, а не задача. Она нам подбросила еще что-то. Месяц мы сидели на последней парте и решали задачки, которые она нам подбрасывала. Что это была за энергия? Небольшого романа, который возник в этом возрасте? Да, конечно. Ощущение, что мы не такие, как все? Да, конечно. Но я до сих пор помню это великое ощущение взятой цели, решенной задачи. Вот если бы меня спросили, в чем смысл преподавания математики, но помимо языка, помимо картины мира, помимо моих любимых рассуждений о культурологической ипостасе математики, я бы сказала, что одна из самых важных вещей – подарить это ощущение взято. Планка взята. Вот нас отчасти учили, как учат спортсменов. Если есть высота, если есть задача, ее надо взять как тренировками, напором, движениями, но вот испытать удовольствие от решенной задачи, закрепить его в себе, это состояние великого куража, и с ним идти дальше на следующую задачу. Меня тогда, это было точно в шестом классе, она научила этому удовольствию, и я уже никогда его не потеряла. С тех пор мне всегда казалось странно, а что, бывают люди, у которых есть нерешенная задача, и они спокойно живут? И они, вот это их не создает им ситуацию дискомфорта? Я до сих пор не могу понять, а что так бывает? Потому что нерешенная задача априори вызов для меня. Психологически я потом прочитала у того же самого Вертгеймера, потом еще у многих людей, я прочитала, что это чувство описывают в себе внутри многие математики, поэтому нам так понятно, как тренируют спортсменов. Поэтому мы получаем такое удовольствие на спортивных фильмах, потому что мы точно понимаем, что вот этот большой-большой-большой-большой трейдинг потом приводит к мощным прыжкам, потом приводит к мощным результатам. Вопрос только заключается в том, умеем мы ли это перещелкивать у наших учеников. Я подумала, что я с этого начну, ну а дальше я все равно буду говорить о том, что с моей точки зрения становится разными инструментами, которые побуждают, возвращают, создают этот запускающий механизм у ребенка 6-го, 7-го, 8-го класса. Я правда убеждена, что если мотивация к деятельности есть, то дальше нужно только подбрасывать в эту топку хорошее топливо, хорошие вкусные задачки, хорошие вкусные тексты, хорошие странные повороты, для того, чтобы сама одаренность эту всю историю переварила. Есть такая современная теория одаренности. Она звучит приблизительно так. Человек одарен какой-то деятельности в том случае, если он мотивирован к ней, вернее так, он мотивирован к деятельности, которая приносит ему социально-эмоциональное удовольствие, благополучие. Почему такая модель в последнее время считается базовой при определении одаренности? И математической тоже самое. Потому что мы понимаем, что для того, чтобы одаренность превратилась в реальный талант или реальные действия, человеку нужно много-много трудиться, много-много тренироваться. Ну, ту самую задачу добивать заполныш глубоко, 20-м способом отыскивая. Но для того, чтобы это делать и при этом не уставать смертельно, легко восстанавливаться, тратить на это все время, нужно это любить. Ну, где-нибудь вы видели, скажем, спортсмена, который совсем из-под палки идет на каждую тренировку? Ну, бывает, конечно, так. Но они же все искренне любят тренировки, они искренне любят этим самым заниматься. Они понимают, что как бы они не уставали, это и есть призвание. Они печалятся, если они не попадают на Олимпиады и так далее. Ну, просто потому что это тяжелый труд, но это труд радостный. Вот для того, чтобы заниматься математикой, ну, я твердо убеждена, что ее надо любить. Любить можно по разным причинам. И вот об этих разных причинах я хочу сейчас поговорить. Здесь написано три кейса. Я в последний момент добавила четвертый. Ну, попробуем сейчас на самом деле про эти три, четыре, может быть, и пять успеть поговорить. Ну, четыре будут не математическими, а пятый на закуску будет совсем про математику. Начну снизу. Новая Земля. У нас в программе Школьная Лига Роснана есть такая система модульных программ, конкурсно-образовательных программ. Когда ребята получают определенную задачу, я сейчас покажу одну из таких задач, и надо найти где-то информацию для решения этой задачи и ее решить, подготовить либо исследовательскую, либо проектную задачу. Мы получаем письмо от мальчика, который пишет «Я успел, но загрузил в 23.59, а у вас 24.00, значит, финальная точка. Могло не дойти. Умоляю вас, учесть тот факт, что я живу на новой земле. У меня только мобильный интернет, да и тот плохо работает». Значит, мы учли, скажу честно. Потому что этот опыт человека, который сидит и, в общем, преимущественно занимается самообразованием, и вот все-таки он успел, успел решить, ну вот нам показался какой-то вехой очень-очень значимой истории для нас, взрослых, и для него самого. Другой кейс, который мы сегодня, без которого не можем размышлять вообще об образовании. Это кейс, который называется «Вообще, нужна ли человеку память?» Ну, в тот момент, пока у нас с вами не было мобильных устройств под рукой, ну, понятно, что нужна, там, таблица умножения, кое-какие правила. Но в ситуации, как можно объяснить современному ученику, почему надо запомнить то, что в четверть клика находится быстрее, чем всплывает из памяти? Я хочу сейчас не дать ответ на этот вопрос. Мы этот вопрос обсуждаем, мы эту проблему обсуждаем с нашими учениками. Эти ученики часто имеют научные степени. Обсуждаем уже третий год. Пока ситуация, знаете, как из Сирии, изучать латыни греческие или не изучать латыни греческие, все время колеблется. Нет ответов на вопрос. А вообще-то сказать, может, действительно, человеку не нужна долгосрочная память? Ну, краткосрочная, да, там задачи решаются, это мы точно знаем. А долгосрочная, для чего, если, собственно говоря, информацию можно находить? Вот человек, который умудряется ответить на этот вопрос, но он начинает развивать память своих учеников, свою собственную. Он, например, начинает изучать закономерности. Я помню, что Арон Рубенович, видимо, их знал изначально, поэтому за урок он четыре раза с нами повторял формулу, и к концу этого урока мы ее выучивали. Ну, просто если раз в 15 минут некоторый концепт повторяется сложным образом, то на третье повторение, на четвертое, он гарантированно уходит в долгосрочную память. Не получается? Проверьте. Вполне возможно, что просто сами не повторяют они. То есть, или возможно, что это повторение происходит в уме, нужно, чтобы рукой, или еще чем-то. В принципе, должно работать. Ну, у меня пока не работало, ничего никогда не учила до ума, но запоминалось за урок совершенно спокойно. Следующая ситуация, которая здесь описана, магнитно-маркерная доска и мышление. Ну, вот мы здесь в любимом мною классе, в котором много меловых досок, но я так тоже люблю работать. Еще лучше, чтобы все стены были, не знаю, зачем увешаны досками, но как-то так комфортно, что в любой момент можно подойти к стене, хотя не знаю, зачем мы это делаем. Боюсь, что это такая ретроградная такая история, как вот оно, так вот так положено, так оно красиво, только это соображение. Потому что других соображений я не понимаю. Если для того, чтобы всем показать, то проще сфотографировать и вынести на экран. Если для того, чтобы тренировать почерк, то вроде не мелом. Если для того, чтобы создавать быстрые пособия, то лучше на интерактивной доске. Ну, в общем, в любом случае, правда, есть одна история, достаточно важная. Если вы когда-нибудь принимали участие в таком модном бизнес-семинаре, то вы, наверное, обратите внимание, что все продукты на всяких флипчартах будут вешаться на стены. Зачем? Затем, чтобы к концу семинара мы находились в пространстве наших умных мыслей, чтобы их можно было обозреть сразу. Я подумала, наверное, нас также учили математики, чтобы куда бы мы не посмотрели, вокруг были наши умные мысли и разные умные ходы. Так что взгляд гарантированно ловил эту конструкцию, которая позволяла нам на самом деле мыслить в широком поле, выбирая тот текст, который нам в данном случае нужен. Вы понимаете, куда я сейчас клоню? Я немножко поговорю о своем, о русском языке. Современный текст глобально изменился. Он превратился в коротенький, маленький и гипер. Вот такой вот текстик, а вглубь он может уходить на бесконечную глубину. Но ведь это другой способ мышления. Не линейного, а расширенного. Эдвард Дабано замечательный совершенно педагог, чьи работы многие из вас знают только по идеологии шести шляп мышления. Он вообще-то много чего другого сделал, в том числе для математики, назвал такой тип мышления латеральным, свободно бегающим в пространстве. Вот я отчасти думаю, что наша привычка ко многим доскам вокруг нас – это привычка преподавать в свободном латеральном поле мышления со свободно организованными задачами, где куда бы ни посмотрел ученик, он будет сталкиваться с некоторым ходом мысли, который может быть какой-то из них адекватен его собственным запросам. На первом месте в этом моем разговоре, который я приготовила здесь, стоял манифест в защиту китов и дельфинов. Не знаю, в курсе ли вы того, что у нас сейчас принято в мире два на самом деле таких очень крупных акта, которые позволяют считать врановых мыслящими существами. Здесь Британская Академия очень активно работает и вместе с ней международное сообщество. И итальянцы инициировали и создали целое большое движение, которое требует от нас признать китов и дельфинов мыслящими существами. Почему я рассказываю об этом? Потому что, например, выяснилось, что у дельфинов существует представление о счете. Вы это всегда видели. Это мы можем видеть в любом цирке. И это не только щелчок, это реальный счет, реальные мыслительные операции, которые выполняет этот самый дельфин. Но дело даже не в этом. Дело все в том, что наши ученики выходят в мир, в котором очень важно в какой-то момент понять, а мне подписывать Всемирную Декларацию в защиту китов и дельфинов. А мне как управлять моим мышлением в латеральном пространстве? А мне в этой цифровой экономике нужна память? Если нужна, то какая и как ее развивать? А не окажусь ли я на новой земле и что я там буду делать? Вот это все вопросы, которые во многом определяют успешность жизни современного человека. Это класс задач, которые сегодня решает мыслящий человек. И здесь возникает вопрос, а моя обожаемая математика помогает ему решать эти задачи? Или является каким-то побочным тренажером, который только развивает выносливость ума, но никак не связано ни с креативным, ни с критическим, не с коммуникативной составляющей современного успеха. Я приведу один пример, но я боюсь, что в этой аудитории есть как минимум три человека, которые вы уже слышали, извините, я вынуждена буду повториться, просто потому, что он очень хороший. У меня лучше пока не получилось, а это тем более, что правда. Однажды меня пригласили в школу, пригласила директор, и попросила меня оценить учителя математики. Молодого учителя математики директор честно сказал, что он ее очень тревожит. Я спросила, чем? Он сказал мне, дети математику любят. Нет ли там чего-то не такого? Может, он чем-то не тем с ними занимается? я пошла на урок, причем ситуация была очень благоприятная, потому, что этот урок был уроком замещения, это был не его класс, можно было увидеть метод, увидеть его наяву. Класс был нормальный, хороший, седьмой класс, абсолютно равнодушный к предмету, просто устойчивый, равнодушный предмету. Он был большой класс, таких было больше, чем тех, кто все это любили и учились в отдельных классах. Мне досталось место рядом с молодым человеком на последней парте. Молодой человек рядом со мной еще до прихода учителя начал заниматься делом, а именно разукрашивать пифагора в учебнике. Просто остальные ученые, у него уже были красивые, в очках, со шляпами, а пифагор, ну вот урод уродом, ну совершенно вот никакой какой-то, так сказать. И он взялся за дело вдохновенно, значит, начинал с ним работать. В этот момент пришел учитель, собственно говоря, учителю не удалось отвлечь моего соседа от пифагора, поскольку работа есть работа, он даже почти не привстал в тот момент, когда все здоровались. Учитель поздоровался с классом и сказал, окей, ребята, я к вам ненадолго, но мы сегодня одну задачу решим. Я вышел к доске и стал говорить из пункта А в пункт Б и выехало две машины. А зная из них, шла со скоростью 60 км в час и прибыла в пункт Б через два часа. вот здесь сидела отличница. Она подняла руку, я просто ее видела, у нее затылок был затылком отличницы. Учитель сказал, слушаю тебя. Она сказала, вторая машина ехала со скоростью 40 км в час и ожидала, естественно, похвалы. Само собой, разумеется. Учитель сказал, спасибо большое, подожди, ты ведь не дослушала вопрос. Она недовольна села. Учитель сказал, из пункта А в пункт Б выехало две машины, одна из них шла со скоростью 60 км в час и прибыла через два часа, вторая прибыла на час позже. Почему? Моя отличница не сдавалась, она снова подняла руку и сказала, потому что она шла со скоростью 40 км в час. Это настойчивость и, видимо, личные отношения с этой отличницей отвлекли моего соседа от Пифагора. И он буркнул ей в спину, это было не очень далеко, кто так ездит-то 40 км в час, ну кто так ездит? Но у отличницы явно был поклонник, он сидел за ней недалеко, который, развернувшись к нам полным корпусом, сказал, ты моего деда не знаешь. Когда он едет на дачу, он больше 30 км вообще не дает. Уж его матерят-матерят, матерят-матерят. Некоторое время класс пообсуждал скоростные режимы на разных дорогах. Кто-то осудил наши российские дороги, на которых и 40 км в час это суперскорость, кто-то вспомнил хайвей Германии, где они отдыхали и там ниже значит 150 было нельзя делать. Я не помню, за 150 не ручаюсь, у меня недостаточно автомобильной компетенции. В общем, некоторое время класс пообсуждал вопросы скорости. Учитель в этом с большим интересом, не вставляя ни слова, присутствовал, выяснял эту всю историю, но тут мой сосед осознал, что весь класс как бы буянит, а он не в центре. И тут, посмотрев на задачу, оторвавшись от своего любимого Пифагора, он сказал, а может у мужика колесо спустило. Класс затих, и этот, который защищал отличницу, говорит, что он час менял, что ли? Ты сам посуди, сколько надо сменить? Они пообсуждали, сколько времени нужно на обсуждение колеса. Но уже дальше было ни о гору не прорвать, потому что вступили запасные полки. Кто-то сказал, что а может ему надо было заправиться. И кто-то рассказал байку, что у него братан работает на заправочной станции. Так там мужики, бывает, не только машину заправят, еще и сами заправятся так, что уже и ехать не могут. А не то, что это все. Я не очень хорошо помню все остальные сюжеты, потому что близко к кульминации этой всей истории. Вот у окна, вот приблизительно как вы, сидела девочка, она точно не была отличницей, но была такая очень хорошая девочка. Знаете, у нее были две косички такие, она была тоненькая, бледная, такая тревожная, и она делала вот так. Я видела, что учитель видит, что она делала вот так, но он ее не торопит. Потом вот эта вот так ручка поднялась, она дрожала, эта ручка, чувствуется, что это был первый опыт, когда это вот так произошло. Учитель говорит, да, что вы хотели сказать? она встала и слегка заикаясь сказала, а кто сказал, что он поехал по той же дороге? Я эту историю рассказываю лет десять. Вот у меня лет десять, как говорит Тарасова на экране телевидения, мурашки в этот момент идут по коже. Потому что любой из вас понимает, я не забыла рассказать, что класс был задержкой психического развития, что это вообще-то гениальная догадка. Это та самая догадка, которую ПИЗа не может добиться от наших детей вот уже много-много лет. Этого действительно не было сказано в условиях. Из пункта А в пункт Б выехали две машины, одна из них шла со скоростью 60 км в час и прибыла через два часа, вторая прибыла на час позже. А вот дальше развернулся целый мир. Да, они в конце концов сказали, что если бы движение было равномерным и прямолинейным и непрерывным, то, наверное, бы сработала та формула, которая выдала первая моя. Но в жизни такого не бывает, и эта условная формула, придуманная для условных ситуаций, в жизни математика обслуживает другие процессы, те самые, которых они нагромоздили за этот урок. И к этим процессам относилась проблема того, что движение бывает прерывистое по разным причинам. Оно бывает неравномерным, и оно бывает разнонаправленным. Вот я вам эту историю рассказываю дольше, чем она длилась в реальности. В реальности она длилась минут 15. Собственно говоря, методом «Петя, выйди к доске и решай задачу», совершенно бессмысленным методом, который не приносит пользы ни Пете, ни классу, ни кому, она решается ровно те же 15 минут. Но за эти 15 минут вот эти вот самые мальчишки и девчонки с привычностью к украшению Пифагору как единственному развлечению на уроке математики вдруг открыли для себя, что математика – это язык, описывающий реальный мир, тот самый мир, в который они живут. Вот эта формулировка задачи, предложенная учителем, да, я потом пришла к директору и сказала, что отнимут у вас этого учителя, отнимут, уйдет на сторону, не сомневайтесь. Чувствую, затаскают по конференциям, потом он начнет ощущать себя великим блогером, ну и дальше пошло-поехало. Держите руками и ногами. Он понимает математику, он понимает ученика. Потому что все то, что он должен был сделать по программе, он сделал, но сделал это так азартно, с таким вдохновением. Сделал это на основании метода, который мы позднее назовем метод кейс-стадии. То есть когда математическая задача превращается в реальный случай из жизни, случай, требующий анализа, и была она проанализирована всеми теми способами, которыми целесообразно анализировать любую математическую задачу, по большому счету. Если это не просто тренинг, не просто упражнение на скорость, на запоминание, на применение каких-то формул. Если бы кто-то задал вопрос мне, как часто я в своем опыте применяла этот прием, я могла бы, а, покаяться, что реже, чем хотела бы, потому что придумывать такие задачки не так-то просто. И, б, всегда, когда я начинала любой новый теоретический конструкт. Потому что, когда возникает новая теоретическая тема, нужно, чтобы они осознали, к какой части их реальной действительности, прошлой или будущей, эта тема относится. Почему вдруг надо тратить на это время? Что там может оказаться интересного? Каким образом их личный опыт может быть вовлечен в это самое решение? Я ставила перед собой такую задачу – находить задачи как приключение. Да, но, конечно, большая часть работы была просто тренингом, тренингом и тренингом. Ну, давайте я покажу одну из задачек, которую, собственно говоря, это была та самая задачка, которую из Новой Зеландии, о, Господи, с Новой Земли ребенок решал. Понятно, что сегодня человечество увлекается микропротеинами. И микропротеины с очень, с большой скоростью начинают внедряться в косметику, именно в косметических средствах все наноистории начинают реализовываться. Ну, вот эта вот характеристика, которая позволяет трактовать новые продукты, собственно говоря, микропротеин и постный сырой бифштекс. Это было начальное условие, из которого необходимо было, там было еще два вводных условия, определиться, целесообразно ли стартовать с таким стартапом, когда предлагают определенные условия. Ну, предлагают человеку вложить деньги, вложить энергию в производство микропротеинов в конкретном совершенно регионе страны. Есть ли какие-то вот тормозящие вещи, есть ли что-то, что позволяет сделать вывод, да, это может сработать и так далее. И ему нужно было решить эту задачку. Там очень много нормальной математики, потому что надо было посчитать, посчитать производительность труда, посчитать деньги, посчитать соотношения. И была не математика, потому что нужно было увидеть, что есть следы чего-то, а в чем-то присутствует, и понять это, хорошо или плохо. Для того, чтобы решать эту микропротеиновую задачу, нужно было еще слазать на 10 сайтов, часть из которых еще найти, потому что информация эта, ну, она не так широко распространяется. Ввиду того, что микропротеинами человечество увлеклось, ну, года 2-3 назад всерьез, этим занялась фармацевтика, этим занялась пищевая промышленность. Ну, это вот просто к слову говоря о том, какого рода задачки пытаются решать наши ребята, и какого рода математика с каким типом мышления им нужна. Мы действительно сегодня находимся в ситуации, когда на нашу традиционную педагогическую деятельность нам, похоже, надо смотреть под новым углом зрения. Потому что появляются новые технологии, появляются новые образовательные материалы, появляются новые знания, которые требуют новых методов, ну, соответственно, способы действия, возможности. А самое главное, меняется образ жизни, который мы с вами ведем. И вот этот измененный образ жизни, я на нем сначала чуть-чуть остановлюсь, а потом покажу еще кое-какие картинки. Я думаю, что у каждого из вас в памяти есть неоднократная следующая картинка. Малыш. У каждого в своем возрасте. Я обнаружила свою внучку, которой был год и два месяца, в том, что она на айпаде искала свою любимую мелодию, которую ей хотелось послушать. Естественно, нашла, естественно, тащилась от этого. Ее этому никто не учил. Был айпад, была любимая мелодия, был палец и был метод. Как она это сделала, я не знаю. Я эту мелодию найти не могла. У меня есть зафиксированная фотография, где вот этот вот карапуз абсолютно этим занимается. Вы знаете все любимые байки. Каждый рассказывает свои. И кто-то рассказывает, как там внучка подошла к окну и попыталась стереть изображение, которое ей не нравится, за окном. Ну, то есть то, что телевизор перелистывают, это многие делают. Да, вот расширяют. Я вот когда это рассказывала одному своему ученику, с которым у нас очень теплые отношения, он говорит, да ладно, Елена Ивановна, мне иногда, когда вы говорите, хочется вот так сделать. У нас с ними разный опыт, разный опыт жизни. Я говорю абсолютно тривиальные вещи. Они родились в мире, в котором есть две реальности. Обычная и дополненная, та самая виртуальная. Мы родились и выросли в мире с одной реальностью, которую пытаемся, в которую втянуть еще некоторую вторую. У нас объективно разный опыт жизни. Может ли наш опыт восторжествовать в будущем? Не может. И это понятно. Ну, по крайней мере, не ближайшие сто лет. Значит, в ближайший там какой-то период жизни торжествовать все-таки будет их способ мышления. Нелинейный, запутанный, с перескакиванием, с места на место, с свободным поиском, хаотичный. Совершенно точно. Но что происходит? Он начинает вступать в некоторый конфликт с нашим собственным опытом. Потому что... Сейчас я буду говорить некоторую вещь, которую я еще сама себе плохо объясняю. Одним из самых ценных продуктов образования, в том числе, например, моего математического образования, является способность быстро учиться. Я вот не случайно рассказывала, что занимаюсь русским языком, управлением, педагогикой. Долгое время руководила большим европейским проектом по психологии. И за все это огромное спасибо Арону Рубимовичу Майзересу, на уроках которого мне почему-то нужны были поэзия, латынь, физика, химия, математика. Я больше стихов, чем на его уроках, наверное, не слышала нигде. Ну, так вот складывалась наша жизнь. Вдруг выяснялось, что моя математика, или наша с ним математика, это ключ в очень интересный мир. Он научил меня очень быстро учиться. Учиться любым способом, который возникает рядом, который только мне подвластен. По книгам, так по книгам. По конспектам моей сестры, так по конспектам. Через собственные ошибки, через собственные ошибки. Через задачники у нас, как сейчас помню, целая стена. Это был книжный шкаф, в котором находилась гигантская библиотека, которую мы еще и пополняли все время. И все время можно было запрыгнуть на какую-то полку, вытащить странную книгу и найти там себе какое-то решение. Но в нашем поколении это было нормально. Сегодня этого делать никто не будет. Он будет тыкать в интернет и находить там ответы. Это я прекрасно понимаю. Но для меня это стало инструментом. Инструментом наращивания собственного образования. Вот я твердо убеждена, что в ближайшем будущем главным продуктом школьного образования будет ученик, умеющий учиться. А, простите, наша предметность будет условиями выращивания этого ученика. Но так получается, что математика имеет уникальные возможности для выращивания этого ученика, умеющего учиться. Потому что ей присущее четкое представление об определении. Меня все то, что я впоследствии делала в педагогике, я взяла из математики. Это в математике меня научили, что определение бывает методом подведения под класс, методом описания признаков, методом противопоставления. Три базовых подхода к определению дал мне урок математики. Эта математика подарила мне основной исследовательский метод – классификация. Хочешь что-то познать – выстрои системное мышление. Для того, чтобы построить систему, надо начать с классификации. Другого способа не существует. Эта математика научила меня функциональному анализу. Функция как базовая категория, которая впоследствии проявит себя в любой науке, была дана мне там. Я долго еще могу перечислять все инструменты, которые из подваль мы дарим ребенку, которому впоследствии предстоит заниматься, например, наукой. Он из урока математики вытянет практически весь основной методологический инструментарий, который впоследствии ему нужен будет в области научного мышления. Второй сюжет, который, собственно говоря, есть у нас, который для нас является абсолютно уникальным. Я о нем уже говорила. Это тренинг воли. Потому что как потопаешь, так и полопаешь. Как потренируешься, так и выступишь. Вот это волевое усилие, которое нужно для того, чтобы сделать что-то, это важнейшее условие всей будущей, собственно говоря, жизни. Третья вещь, которую мне, например, тоже дала математика, это умение работать командно. Я не случайно рассказала про учительницу, которая догадалась, что вместо того, чтобы мы перекидывали друг другу записки, нас надо просто загнать на заднюю парту и не мешать нам заниматься друг с другом, пусть математикой. Но, собственно говоря, ровно то же самое. Впоследствии она начала разрешать нам делать с другими компаниями. А так как я верховодила компанией, по-моему, местных хулиганов, я училась сначала в обычной школе, то эти местные хулиганы были такой обслуживающей группой. Я решала задачи, они их оформляли, относили, объясняли, сдавали. То есть, ну, мне было очень нравилось это. Я, собственно говоря, вдохновляла большой круг, как сейчас понимаю, двоечников и бездельников, которые благодаря мне, тем не менее, занимались этим предметом. Потом выяснилось, что, наверное, в этот момент во мне проснулся педагогический инстинкт. Да, и, собственно говоря, на этом настаивала моя учительница, который казался это очень важным. В общем, я здесь к чему эту всю историю веду? Так или иначе, мы должны попытаться понять, что мир глобально меняется, и с верой в собственный предмет попробовать встроиться в этот мир. Да не то, что встроиться, а все-таки его возглавить. Потому что я точно понимаю, что наша дисциплина позволяет нам это сделать наиболее качественно. Здесь несколько важных слов, но я к ним сейчас вернусь на других слайдах. Вот первый слайд, он посвящен вот этому методу, blended learning или перевернутый класс. Это сегодня та инновация, в которой существует... Да, конечно, конечно, само собой разумеется. Я прошу прощения, там сапплот обрезанно, просто не очень удачно, но это картинка открытая, из интернета может поправить. Что такое blended learning? И что такое, что это за странный метод, которым сегодня увлекается мир? И он действительно состоит из сочетания двух очень важных факторов. Онлайн и оффлайн. Лет 10 в мире активно развиваются так называемые массовые открытые курсы, курсы открытого образования, МОЗ, знаменитые, там разные самые платформы. И человечество начало делать ставку на онлайн-образование. Вот мы создадим хорошие, мощные курсы онлайн-образования, и всем оно будет доступно на новой земле, еще где-то придумало человечество. Уж раз у нас есть такие возможности. Не тут-то было ученик, он талантливый во всем. Только 5% от записавшихся на любой курс доходит до его конца. Эффективность, честно говоря, пониже, чем наша самая худшая. У нас все-таки отличников и хорошистов оказывается чуть больше, да и троечники что-то знают. А здесь просто до конца доходит 5%. Очевидно, не работает онлайн сам по себе, вот в классическом варианте. Сегодня это ясно всем. Сегодня это ясно. Еще следующая вещь. Онлайн должен сочетаться с оффлайном. Вот когда онлайн является предтечей реальной встречи, когда мы там что-то нашли, а потом принесли на какую-то общую тусовку, здесь с этим поработали, здесь что-то сделали, открыли, осмыслили, и потом, может быть, снова ушли в онлайн для какой-то другой работы, только этот метод и оказывается более или менее эффективным все школы, которые на это встали. Но это означает, что класс просто переворачивается с ног на голову. Если традиция заставляет нас в классе подробно объяснять новый материал в надежде, что дома они его будут закреплять, то здесь ситуация превращается в обратную. Там они что-то изучают, а в классе обсуждают изученное. Вы смотрите на меня с удивлением и говорите, так они там будут что-то изучать. Я вас прекрасно понимаю. Я никогда, то есть большую часть своей карьеры, когда только не работала в тридцатке, я работала в общеобразовательных классах и просила мне давать детей, которые не любят математику. Которые, в принципе, не любят математику. И вот мы с ними пойдем и за два года жизни в 10-11 классах спокойно выйдем на ЕГЭ не на 100 баллов. Потому что у меня никогда не было возможности преподавать больше пяти часов в неделю. Но на свои 80 гарантированно. При этом я еще всегда говорила детям. Без домашних заданий. Ну тут вообще любой покупается. Как это так? И без домашних заданий. Но вы же математики. Вы сейчас мне поймете, как это делается. Дело все в том, что средняя интенсивность деятельностного вовлеченности ученика в работу сегодня в России, ну, Шаталов фиксировал 7 минут. Мы для себя поняли, что где-то минут 7-8. Он из 45 работает. Но все остальное время он ждет, пока отметит присутствующих и отсутствующих. Пока Петя у доски ответит урок зачем-то и кому-то непонятно. Еще есть замечательная фауза. К доске пойдет. Вы все смотрели фильм «Буревестник». Если не смотрели, то посмотрите. На это тоже уходит до 7-8 минут времени на это ощущение. На воспитательные нотации в среднем учитель в России тратит минут 10. Ну, я рада, что вы этого не делаете. Но мы просто правда анализировали ситуацию. Нам когда пришла в голову мысль проверить теорию Шаталова, которая давно про память, вот все то, что мы сегодня открываем, уже изложил, да, и создал, собственно говоря, эти самые гипертексты, тексты новой природы. В этом плане человечество, оно все время переоткрывает что-то в образовании заново. Ну, вот у него 5-7 минут активного рабочей деятельности на уроке. Мы создали методику, разбежались с моими студентами, проанализировали 500 уроков в разных школах. Вот все то, что я вам рассказываю, это средняя статистика. То есть, если посмотреть на ситуацию, то есть с 45 минут урока или с 45 минут рабочего времени рабочий работает 7 минут. Что делает в этом случае бизнесмен? А вот если бы это время увеличить до 15, производительность должна увеличиться в 2 раза, а если до 30? Это же вообще сумасшедшее время. И в этом плане я пыталась сделать одну очень простую вещь. Я убирала все виды непроизводительной деятельности. Организационные моменты, потому что я ничего не организовываю на уроке, я в начале темы рассказываю, когда и на каких уроках, что нужно делать, мы подробно обсуждаем последовательность наших шагов, наши задачи и больше уроки не организую. Потому что он приходит, он точно знает, у него есть карта темы, он знает, что мы сегодня делаем, и он начинает заниматься своей деятельностью. Ненужное объяснение у доски, потому что если ты не понимаешь, ты поднимаешь руку, я тебе подойду и объясню. Зачем мне объяснять тому, кто и так понимает? Кто не зовет на помощь? И вообще, честно говоря, зачем мне тебе объяснять? Ты же можешь поднять руку, тебе сосед может объяснить, он же, может быть, знает. Зачем я буду тратить время? Я не буду вам рассказывать еще десятки хитростей, у каждого из вас они могут быть свои, но поверьте, что при такого рода хитростях, когда они сами научаются организовывать свой учебный процесс, а меня использовать только как вспомогательное средство, как тьютера, когда у них затруднения или демотивация вдруг случилась, ну и в финале, конечно, я провожу контрольные работы, это само собой разумеется, и даже использую на каждом уроке тестовую систему, просто для того, чтобы они выучивали правила. Что же это нужно делать? И поэтому можно зарабатывать. Я использую накопительную систему, которая позволяет мне убедить их, что моя перевернутая реальность, она работает. Но я каждый раз вам говорю, если тебе нужно четыре, домашние задания точно не нужно делать. Это уж надо быть совсем идиотом, чтобы еще и дома на это тратить время. Ну, те же математика – это побочное средство. Ну, вот на уроке ты можешь вот так выстроить, если ты 45 минут отработаешь, ну, четыре тебе гарантированно. Вот если пять, ну, тут, может, напрячься. Может, если хочешь, конечно. Вот тебе работает то, что можно сделать дома, то, над чем можно поработать. И получалось практически всегда. Мы несколько раз перевернули таким образом реальность, несколько раз ее переорганизовали, и за четыре лонгитюда я убедилась, что метод, конечно, работает. Он не дает того, что… То есть я не возьмусь работать в физмат-классе, ну, просто потому что мне нужно другое, мне лично знание математики. Мне нужен другой класс задач, более серьезный, где усложнения могут быть. А вот массовым образом массовая математика, конечно, делается таким образом достаточно легко. Вот этот вот blended learning, перевернутый класс, в котором ты приходишь в класс не для того, чтобы тебя научили, а в том, чтобы поделиться тем, что ты сделал, является достаточно мощной современной практикой и достаточно интересной. Я хочу сказать, что, например, одним из элементов нашего процесса, в котором много тренинга и много решений задач, был всегда арт-элемент. Вот помните, я там рассказывала, вот здесь я показывала, ста, да, science, techno, art. Вот современные школьники верят чему-то в том случае, если в этом есть science, наука, техно, современные технологии, и арт, искусство. Ну, им просто кажется, что это естественный совершенно процесс, что в приличном мире это связанные вещи. Вот у нас всегда был где-то перед контрольной работой для нашего исключительного отдыха урок в стиле ста, science, techno, art, где, если мы изучали интегралы, то они начинали появляться в виде произведений, искусства. Ну, я, например, в данном случае не только про Дали говорю, но еще там про целый ряд, так скажем, материалов, где они начинали появляться в художественных произведениях, в виде анекдотов, в виде применения тех или иных технологических платформ и так далее. То есть, когда тема, которую мы изучали, возвращалась к нам из обыденного мира, откуда они его находили? Да, конечно, в интернете. Они скачивали ролики, они находили комиксы, некоторые придумывали свою продукцию. В этот момент я наслаждалась, честно говоря, полностью, я этот урок не готовила, только в самом начале я придумала для них что-то замечательное. Но я получала такой кладезь материалов, которые мог бы замотивировать, показать и вдохновить. Ну, и тогда у нас появлялась возможность в следующий раз войти в нашу скучную, серьезную работу. Мы вообще все время двигались вот так. То я их вдохновляю, то они просто тренируются, тренируются, то они показывают результат, то тренируются, и снова мы выходим на пик, и так вот мы проходим по каждой теме. Ну, так работают идеи. Какие еще идеи? Ну, вот эта вот картинка, которая мне очень нравится, потому что здесь blended learning начинает пересекаться с целой плеядой плеядой на самом деле инструментов активно применяемых, и даже не стала это переводить с английского. Ну, например, digital storytelling. Storytelling – модное увлечение современности. История, которую я вам рассказывала про урок математики, это история в классическом стиле storytelling. Если бы я ограничилась только ею и двумя закономерностями, то я могла бы в этом жанре выйти на Science Slam, потому что она бы вписалась точно во времени, в ней был бы абсолютно точный кейс, и было понятно, какие две закономерности я здесь создаю. Social Bookmarking. В данном случае речь идет о том, что в интернете существуют десятки сообществ, в том числе и математической, где ребята обмениваются книгами, посвященными той или иной проблематике. Ну, на что еще там можно обратить внимание? Ну, публикационные платформы. Я обнаружила недавно на том, что на публикационных платформах стали размещаться решенные задачи. До этого этого не было. Ну, в общем, вот все это, то, что здесь написано, это инструменты, которые придумывает человечество, которое стало учиться в формате перевернутого класса и blended learning. В этом плане, ну, вот всякие разные, это еще одни картинки, но я лучше перейду на другую историю. Вот чем сегодня занято образование, которое понимает, что мир меняется, и какого рода научные исследования оно приводит, и какого рода пытается выстроить новые практики. Ну, вот мы с вами обсудили первую историю, связанную с blended learning. Да, вот это вот. Есть еще один метод, который называется геймофикация, или обучение построено по принципу игр. Я вчера начала читать роман Дэна Брауна с большим опозданием, ну, просто надо прочитать, там надо будет участвовать в одной дискуссии. Там все начинается с того, что появляется элитарный, наиболее богатый там фигура, вот видно будет, что это молодой, успешный герой Дэна Брауна. Чем он занят? Он занят теорией игр. Над ним подшучивает кардинал, то есть играть любите? Он говорит, нет, простите. Я занимаюсь элитарной математикой, которая дает возможность предсказывать исходы событий, в которых есть фактор случайности. Происхождение, последний, последний, крайний. Дай бог здоровья. И вот эта самая фигура математика, которая там начинает разворачивать и что-либо доказывать, очень, конечно, пересекается с Германом Гесса. Я прекрасно понимаю, что Дэн Браун решил отдать должное играм в бисер, но, тем не менее, вот эта история, которая называется обучение на основе игр, она точно сегодня заставляет нас снова и снова возвращаться к культуре игры, в том числе и в нашем предмете. Я не знаю, как вы учили детей или как вы учите детей устному счету. Мне однажды досталась компания, которая пришла ко мне в пятом классе, без знания таблицы умножения, естественно, без малейшего желания что-либо считать, и мы с ними уехали в Карелию. К счастью, в этот момент у меня оказался набор покерного кубика. Кубикового покера. Тьфу, покерного кубика. Кубикового покера. Знаете, шесть кубиков ты бросаешь, и тебе надо, значит, выложить самые разные стратегии. В общем, к концу поездки мы все складывали, умножали на ура, потому что выигрывать ты будешь только тогда, когда ты считаешь быстро. Дело даже не в том, что тебе надо выбрать правильные комбинации, а там тоже расчеты. Ну, покер – это вообще серьезная игра, мы с вами прекрасно понимаем. Но тут же еще и считать надо, все время считать, все время назад, вперед и так далее. В общем, таблицу умножения мы выучили, считать мы научились. В этот момент я поверила, что еще раз поверила, что игры могут стать фактором для меня очень важным и быстрого решения некоторых математических сложностей, с которыми мы работаем. Второе, такой же, например, в моей жизни опыт касался уже изобретения. Мы у себя в 11 классе изобрели игру, которая на более позднем этапе превратилась в компьютерную, а тогда назывался такой лабиринт Минотавра. Ну, это была хорошая стратегичка, которую нужно было сложным методом расчетов, четырехфакторный анализ. Конечно, можно было превратить в нормальную систему уравнений, но мы-то это делали на пальцах, но мы умудрились еще и пятиэтажный лабиринт Минотавра освоить. Да, мы этим занимались на уроках. Я не буду спорить, это еще раз воспоминания о том, сколько времени ученик тратит на реальный урок, а сколько времени он занят на побочные процессы. Но математическому образованию это точно помогало. Вы знаете сегодня, что существует богатейшая коллекция игр. Конечно, они в основном связаны с начальным этапом обучения, с первого до шестого класса, но это все игры математические, которые связаны со счетом, сравнением, сопоставлением, решением уравнений, решением неравенств. Не использовать их в этом возрасте на уроке математики признак, извините меня, незнания некоторой важной закономерности. Ребенок в возрасте до 10 лет его базовым видом деятельности, то есть тем самым видом деятельности, который способствует его развитию, является игра. И только позднее она меняется на уже другие виды деятельности. Ну, говорят, классики говорят, что сегодня наши финские коллеги, норвежские коллеги создали очень серьезные игры, которые посвящены более серьезным разделам математики. Ну, если мы с вами вспомним книги Левшина, часть из которых переведена в игровой контекст, жаль, что это сделали не наши, а у нас, можно сказать, цельно тянутые, и нолик, и капитан единица, и единичка теперь уже бегают по там датским морям, и, в общем, свободно изучают, преподают математику уже датским детям. Ну, вот это еще одно увлечение, такое достаточно серьезное. нейросети. Ну, понятно, что если мы хотим учить сегодня наших учеников, нам надо снова возвращаться к физиологии этих процессов и понимать, как работает мозг, каким образом мозг решает математическую задачу, каким образом мозг формирует новое понятие, каким образом происходит запоминание, в какой ситуации работает внимание. Сегодня этого знания уже достаточно много. Этим знанием начинают увлекаться сами молодые, и одним из инструментов интересов к математике является следующее. Окей, ты не любишь математику, но ты же заинтересован в том, чтобы развивать свой мозг. Вперед, давай попробуем через этот инструмент пробиться туда, внутрь черного ящика и сделать выводы об этом. Я не знаю, как у вас, по крайней мере, я их на этом ловлю иногда. Мне же совершенно все равно, как сделать так, чтобы они с азартом решали задачку. Могу я обмануть, сказать, что я в этот момент не интересуюсь задачкой, я интересуюсь их мозгом. Главное, чтобы этот процесс произошел. Адаптивное обучение, отчасти я его рассказывала, это обучение с очень активной обратной связью. В тот момент, чтобы мы не помогали тому, кому помощь не нужна, и помогали только целенаправленно, в тот момент, когда у нас человек просит помощи. История с Big Data. Ну, я не буду сегодня вам читать лекции на тему о том, что это за культура, и даже не начну заставлять вас заниматься криптовалютой, но саму по себе идею анализа больших данных, сбора больших данных, применение методов, в которые были написаны сети наук или гражданская наука, когда огромная сеть собирает данные, которые потом все анализируют, ну, сегодня является, конечно, очень важным методом. Мы с ребятами несколько раз применяли инструменты сети наук, и когда нам надо было гигантский массив обсчета данных, ну, просто рассредоточить по классу, каждый выполнял какой-то кусок, мы потом это сложили в единое знание и получили некоторый теоретический концепт. Они, по-моему, получили эйфорию от этого, и когда они еще узнали, что они работают в сложной стратегии бигдата, сбора больших данных методом распределенного решения, они ощущали себя чуть ли не космонавтами, которые делают что-то очень-очень важное. Вот это новая реальность, которую увлечено сегодняшнее образовательное сообщество. Я прошу прощения, вот там последний слайд не имеет отношения, потому что, естественно, что я забыла флешку, естественно, мне пришлось позвонить в офис, попросить скачать презентацию и, собственно говоря, выслать ее сюда, но это уже та новая реальность, в которой мы живем и работаем. Вот приблизительно об этом я хотела вам рассказать, но у меня есть еще некоторое количество времени, и я сейчас намерена применить некоторые приемы, а потом по этому поводу сделать выводы. А может быть предложить эти выводы сделать вами, на что я надеюсь. Значит, граждане, погода хорошая, туда надо идти, но я вас не отпущу, пока не прозвучит пять вопросов. О! Поехали! Даже без конкретных? Почему? Я же не сказала. Любые, абсолютно. Конкретные вопросы. А какие книги легкие, наверное, про что он писал, вообще я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. «Фрегат капитана единицы», «Приключения нолика» и так далее. Найдите их, они давно не переиздавались, это гениальная литература. Когда последний раз? Да? Я тогда не застала, тогда еще лучше, раз они переиздались. Очень вам советую, вот просто дроби изложены так, что просто песня всем нравится. Можете ли вы привести конкретный пример кейс-стадии по тригонометрию? Могу, но это будет неприличный пример. Давайте. Мне не нужно знать. Хорошо. Но не до такой степени. Я всегда советую своим студентам и самой себе, когда ты идешь преподавать тригонометрию, подойти к соседней очереди, можно даже невинный магазин, и спросить этих людей, которые стоят там в очереди, когда они последний раз использовали не обязательно секенсы и косекенсы, а даже тангенсы с катангенсы. И вот куда они вас пошлют, туда, конечно, не ходить, но чувство это сохранить, приходя на уроки. Дело в том, что моя сестра, она по профессии математика. Просто у человека такая профессия, математика. Она занимается всю оставшуюся, всю жизнь, которую, так сказать, еще какое-то время будет работать. Я ей люблю задавать вопрос. Тебе когда последний раз понадобился тангенс? Опять же, даже не катангенс, даже прямые функции тангенс. она очень долго размышляла, вспомнить не могла. И вот дальше начинает возникать забавное, это на самом деле кисть, дальше начинает возникать очень интересная ситуация. А мы это сохраняем для чего? Как уникальный тренажер для мышления. Уникальный абсолютно. потому что ну вот это вот огромный массив формул, которые надо запомнить, которые надо применить. Это очень на пасьянство похоже. Вот пасьянство как раскладываешь, вот точно так же работают тригонометрические формулы. Эту применить, это попробовать сюда и так далее. Вот это вот может быть таким образом. Я, по крайней мере, детям именно это говорю. но то есть я им честно говорю, что да, это вот такая почти реликтовая область математики, без которой математика почти уже обходится, ну нормально это скажем. Сейчас одну секунду, я немножко утрирую, вы прекрасно понимаете. Но есть две вещи, которые нужны в обыденной жизни априори. Это, простите меня, знание тригонометрии на уровне базовых мнемонических треугольников. То есть я рассказываю, что вот две вещи, которые надо запомнить. Надо научиться строить два типа треугольников, и тогда в твоем запасе все функции, их не надо выучивать, они у тебя всегда автоматически про 45, про 30, про 60. И вторая, это все эти сказки про приведенные уравнения, да, вот это, про приведения тригонометрические. Дальше появляются эти все. Я других историй вам не могу рассказать, потому что все остальные истории, конечно, кейсы можно придумать здесь, ну, самый важный кейс, почему я говорю немножко утрирую, я, например, все время читаю управленцем законы инновационных преобразований. Известно, что любая организация, любая, проходит в своем развитии синусоидальный ритм, цикл, да, эти циклы кондратьевские циклы, великие циклы, там, по 50 лет, базовый цикл, который еще Станиславский выявил для театра, 10 лет, для школы 10 лет, приблизительно одинакового объема социальной сущности, но какая бы ни была организация, все равно будет вот так. И вот ты это рассказываешь управленцам, они смотрят на тебя в диком ужасе, а ты им начинаешь рассказывать любимую байку, это уже будет кейс на самом деле. я говорю, что все мы, консультанты, очень любим приходить, когда организация находится вот здесь. Почему? Потому что что бы ты ни делал, даже если ты ничего не будешь делать, она все равно пойдет наверх. Ну, так она устроена. И все мы ненавидим приходить вот здесь, в успешной организации, потому что что бы ты ни делал, она начнет деградировать. Вот что бы ты ни делал, в этот момент я останавливаюсь. И граждане, они говорят, ужас какой, а делать-то чего? Это уже тригонометрическая задачка. Что? Понятно, ответ понятен, очень хороший пример. Ответ, да, состоит в том, что придется наклонять ось, да, никакого другого способа преодолеть синусоидальный характер нельзя, но кто сказал, что эта функция будет и дальше идти сюда. Изменим угол наклона, и синусоидальный характер приобретет характеристики прогрессивного развития. То есть меняет тренд, меняет тренд. Абсолютно верно. У Питера Сенге это называется теория обучающихся организаций. Он описывает их, как создание этого угла наклона соответственно оси ОХ по отношению к синусоидальной формуле. В этот момент это становится понятно. там есть еще, ну, это уже, это говорю, это языка, из языка формул, ну, например, есть замечательный кейс, который, известно, что количество информации увеличивается по экспоненте, да, и тогда начинает возникать момент времени жизни человечества, когда за минимально короткое время образуется максимально большое количество информации. В пределе это означает, что за никакое время бесконечное количество информации. Эту ситуацию можно рассмотреть как остановку времени. Время не может остановиться, не может остановиться, значит, значит, моя первая гипотеза, помните, я осторожно сказала, некоторое время нам придется пожить в их реальности. На лет сто нас еще хватит. А дальше, извините, ситуация должна измениться, потому что мы уже где-то вот здесь. Это тоже кейс, это приблизительно так и описано, и когда ты начинаешь на эту теорию смотреть языком математика, ты начинаешь видеть другие закономерности, и в тебе начинает просыпаться этот герой Дэна Брауна. Спасибо за вопрос. Два. Конечно, нужно. Я детка, я работаю с трешклассниками, и я деткам рассказываю на примере волнообразного движения Кондратьева, очень хорошо это воспринимаю, теория пассионарности Бумилева, тоже она очень хорошо вписывается, и еще теория мыльных пузырей. Ну я очень быстро это начинается развитие каких-то инноваций, сначала пионеры выходят, часто выходят мыльные пузыри, то есть те, кто на самом деле потом дальше там дальше все это по графику да, видно дальше уже более или менее осторожные люди, которые хорошие бизнесмойки и так далее, а дальше все остальные пузыри, так вот эти мыльные пузыри и мы найдите пожалуйста кривую нормального распределения инновационно сторонников инноваций Роджерса. Ну это нормальное распределение, я не могу детям говорить, что это связано с инновацией. Ну тут никуда не деться, нормальное распределение все равно должно. Рано или поздно это надо в каком-то виде им объяснить, потому что три четверти простите меня современной бигдата будет связана с нормальным распределением. Спасибо. Ну, по крайней мере расскажите им, что есть такая шляпа. Значит, Гумилев, цикл Конградсио и шляпа. Да, шляпа Роджерса, да. Окей, хорошо. Так, пожалуйста. Для первого и шестого класса идет речь. Что, каких играх? В первом и шестом классах используют ими. Значит, ну, собственно говоря, если вы войдете в интернет и наберете игры по математике для первого и шестого класса, то вам уже выбросят большой массив. Если вы смотрите это на английском, то в Академии Хана, конечно, они собрали гигантскую гигротеку. И, собственно говоря, математика, она настолько ей все равно, на каком языке, что эти четыре там слова они могут выучить. Приблизительно так. Есть очень много настольных игр. Сегодня они появляются все больше и больше. Если лень самому создавать лото, ну, например, я всегда использовала для устного счета, а три четверти примеров из учебников все-таки надо считать устно, карточки для лото. Когда мне же надо их быстро проверить, у них лежат карточки лото, они, собственно говоря, раскладывают свои колечки, я прохожу и отмечаю, у кого все правильно или неправильно, потому что вижу нужный мне рисунок. это так сказать. Вот любая на самом деле игрушка, но их правда все в основном на счет, на сравнение, на решение уравнений. Задачи пока в игры еще не перевели. Увы. А это был третий вопрос. Четвертый. Хорошо. Что за математ? Мы всем поняли про микрокротеин задачку. Я понял, вот ту часть, которая общая, зайдите, пожалуйста, на сайт Школьная лига Роснано, там есть такой продукт, который называется Школа на ладони, а в нем, собственно говоря, каждый год публикуется, каждую сессию весеннюю, осеннюю, публикуется 20 задач, где математика, физика, химия и биология являются составными частями некоторого кейса. Так будет просто, я сейчас условия, я не помню, бизнесовую часть условий. Школьная лига Роснано, она в поисковике, вы забиваете, она сразу появляется, такая большая организация, там около тысячи школ, которые заняты построением образования, в котором дети увлекаются, естественно, научными дисциплинами. это был четвертый вопрос. Пожалуйста. Вы говорили в какой-то момент, что можете привести там, кажется, там ли вы сегодня. Кто-то из вас это был, может быть, и я, да. Можете привести там 20 конкретных советов от приема в какой-то ситуации. Боюсь, что... Вы слышите какие-то конкретные ваши трибы, которые вы использовали. То, что кто понял, что это банально и все знают, но еще какие-то банальные и все знают, но еще не все знают. Окей, спасибо большое. Я поняла вас. Дело все в том, что все трюки срабатывают только в системе. Вот здесь я, конечно, некоторые трюки еще приведу, но я ведь не стала говорить, что это все накладывается на некоторую систему. Ну, сейчас систему в двух словах я расскажу. Есть такая замечательная байка, она в теории управления рассказывается. Значит, управляющий пришел к обезьянам, которые собирали для него плоды, и сказал обезьяны, я больше, у нас кризис, я не могу вам давать три банана утром и три банана вечером. «Утром я буду давать два банана». «Нет, мы так работать не будем, все, бастуем», закричали обезьяны. Он сказал, «Хорошо, хорошо, я к вам прислушаюсь, я буду давать три банана утром и два вечера». «Ну, другое дело», сказали обезьяны. Вот, в этом плане каждый раз, когда ты даешь выбор человеку, ему становится немножко легче. поэтому один из трюков, а потом я их сложу в единую систему, заключался всегда в следующем. Он назывался проявление уважения к ученику. Когда я даю контрольную работу, я все время сейчас буду говорить про какие-то баллы, потом поймете, откуда они появляются. Я говорю, за эту контрольную работу можно набрать, ну, вот, пятерку я ставлю, если вы набрали от 25 до 30 баллов. Соответственно, от 20 до 25 будет четверка, от 15 до 20 будет тройка, 15 – не зачет. А как можно набрать эти баллы? Я всегда даю задачи следующим образом. Можно решить 5 задач по 6 баллов, будет 30. А можно решить 15 по 2. Причем, они будут простенькие, задачи, которые дан пример по образцу надо сделать и так далее. А можно порешать какие-то простенькие, какие-то чуть сложнее. Каждый может выбрать себе уровень набора. Нравится тебе набирать на простых задачах, ты хочешь потренироваться, нравится тебе поделать сложные задачи, выбирай. Ты все равно выполнишь ту же самую работу, которая мне нужна, потому что, ну, так я ее запрограммировала. Но у тебя будет право выбора уровня сложности. Они, конечно, на это покупаются. А так как эти баллы мне будут нужны еще потом кое-для чего, то я всегда даю на контрольный не на 30 баллов, а баллов на 45. И вот тут начинается битва. Ну, 30 – это понятно, это кто угодно сделает. А сделать 45 – вот это уже дело престижа. Это один прием. Второй прием, с которым я, так сказать, работаю. Я уже рассказала, что я работаю с памятью и стараюсь делать так, чтобы за урок они заучивали все то, что мне надо. К каким-то вещам, где они часто делают ошибки, надо возвращаться. Поэтому каждый урок начинается с теста. Тест делается следующим образом. У них есть листочки бумаги. Листочки бумаги – вещь дешевая. Я формапишу или показываю на доске пример. Я даю им 10 или 15 секунд на размышление, они пишут ответ и показывают мне листочек. Я смотрю на листочки, говорю правильный ответ. Те, кто правы, ставят себе плюсик, те, кто скорее правы, ставят плюсик, минусик, кто неправы, ставят минус. Иногда я тут же исправляю. Итак, 10 примеров. Чаще всего. после чего они мне сообщают, сколько баллов мне надо записать им в кундуит. И потом? Что потом? А потом две трети будут за ухо еще. А почему? Никогда. Зачем? Скажите, а класс большой при этом? Сколько народов платят? Ну, средний класс, ну, человек 30. И эта процедура занимает? Это работает и в пятом, и в десятом. От пяти до десяти минут. Запись выключается? Да, так а в этот же момент мне надо решить 10 примеров. Каждый пример на него уходит минута, вот, чаще, быстрее. И тут же я получаю от них обратную связь. Что может вы честно с названием суммы баллов вот вы здесь задаете уже вопрос, который является системообразующим. Вообще, вся система строится на абсолютном доверии. Когда-то Шаталов, я сейчас расскажу, что с ним, Шаталов придумал систему, как решать много задач. А я по-прежнему считаю, что как потопаешь, так и полопаешь. Мне надо сделать так, чтобы они много решали. На уроке и дома, чтобы они не тратили время, если у них есть время на математику, чтобы они занимались множественными решениями. Поэтому они знают, что там, например, для того, чтобы... То есть, как выстроена тема? Тема выстроена следующим образом. Пока я объясняю, а иногда я что-то объясняю, то есть, я умею иногда и рассказывать, вдохновлять, рассказывать про циклы Кондратьева и про еще что-то и так далее, я не ставлю никаких оценок. В этот момент, так же, как и Шаталов, я ничего никогда не контролирую, потому что в этот момент человек должен быть свободен, не бояться, он должен только слушать меня, я должна быть максимально убедительной. Дальше начинается второй этап. Второй этап начинается, мы осваиваем какой-то метод. Метод они обычно осваивают по текстам, чаще всего учебников, если мне учебник не нравится, ну, мне нравятся учебники Башмакова, я по ним всегда работала, то я, собственно говоря, с ними и работала. То есть, по учебнику они осваивают некоторый метод и затем они переходят к решению задач. Я говорю о том, что на решении задач вся тема состоит из 100 баллов. 30 баллов это контрольная работа. 10 баллов совокупно мы заработаем за коротенькие тесты. За маленький тест можно получить 2-3 балла, не больше, да, на уроке. Ну, то есть, там они по чуть-чуть совсем. За несколько уроков можно заработать эти 10 баллов. Еще 10 баллов за опорный конспект, потому что всю теорию, все формулы, все методы и все примеры ты должен изложить на одной страничке. Ты, кстати, можешь ею всегда пользоваться. Так же говорил Виктор Федорович, так же делаю я. Она может лежать перед тебя перед глазами. Если тема сложная, то даже на контрольной работе. Пожалуйста, пусть она у тебя будет. Никаких нет проблем. За нее ты тоже получишь 10 баллов. Вот этот конспект я тщательно проанализирую. Итак, мы распределили 30 на контрольной, 10 за тесты, 10 за опорный, 50. У меня еще будет 10 баллов, которые можно заработать за тот самый творческий урок, когда ты принесешь что-то в клюве. и еще баллов 40-50. Видите, я вылезаю за сотню на всякий случай. Которые можно на решении задач. Все задачи промаркированы. Одна звездочка дает один балл, две звездочки, два балла, три и так далее. Решай, какие хочешь и что хочешь. Тебе не нужна я как организатор для того, чтобы прийти в класс, сесть и начать решать. Решать можно с соседом. Решать можно на троих. Как угодно. Все, что угодно делать. Сейчас я, секунду. В этой, это начинает работать система. В ней выгодно много работать на уроке. В ней можно подстраховать себя. В ней выгодно создавать хорошие компании. В ней можно доконтрольное уже что-то попытаться заработать. В ней, например, срабатывает великая хитрость, которую я изобрела давным-давно. Дети умудряются не приходить на контрольную. Для меня это большая проблема. Мне же надо потом ее проводить, а я это ужасно не люблю. Поэтому мы договорились следующим образом. Если контрольная пишется не в день контрольной, то за нее дается только половина баллов. То есть ее все равно надо решить. Но ты решаешь на пятерку, я тебе засчитаю половину баллов. Значит, если ты не умираешь в этот момент дома, ты должен мне прислать смс-ку, я тебе пришлю контрольную, по моменту звонка ты мне ее пришлешь обратно. А если я все-таки хочу свою пятерку, придется решить две контроли. И вдруг выясняется, что к моменту контрольной лучше быть здоровым. Потому что в противном случае придется работать очень много. Вот мы с ними пытались изобретать ситуации, в которых быть хорошо и много работающим выгоднее, чем мало работать. А теперь я отвечу на ваш вопрос на самом деле во всех этой истории хитрости. Что делать со списыванием? Ну, во-первых, мы все воруем круглые сутки. В этом так мы построены. Мы воруем чужие мысли, мы воруем чужие цитаты и так далее. С этим приходится бороться. Дети, к сожалению, за время обучения придумывают для себя сотни тактик, как обмануть учителя. И когда они входят вот в эту систему, они тут же начинают думать, что они меня обманывают. На это приходится потратить время. Самый длинный и тяжелый класс, на который я потратила, переживал три месяца. Вот три месяца я объясняла, что я вижу, что ты списываешь. я проверяла человека, я доказывала ему, что это невыгодная стратегия, я гневалась, я рассказывала про воровство. Вот я про все это. Но через три месяца прошло. То есть методы, когда ты все время показываешь, что эта стратегия невыгодная и неприличная, давали мне потом, простите меня, больше, чем полтора года нормального счастливого состояния, когда я не должна была их ловить и так далее. Честно говоря, об этом мне когда-то дал этот совет Арон Рубимович Майзелес. Не в прямую, но в моем собственном опыте. Я рассказывала, что у меня сестра училась у него же, поэтому в моем доме хранились конспекты. Однажды Арон дал задачу очень сложную на дом. Я ее решить не могла. Но конспект у меня был, в котором было это решение. Я его разобрала. Но была убеждена, что мой сосед Рома Запатрин, сегодня очень известный физик, он ее решит, а он ее тоже не решил. Вообще никто из моих мужиков, которые были гораздо сильнее меня, не решили эту задачу. Арон спросил, кто готов решить. Я руку уже подняла, твердо, понимая, что это будет кто-то другой. Я оказался единственный. Я пошла к доске и триумфально рассказала решение. Рома пережить этого не мог. Он заорал, она это взяла у сестры с конспекта. И на что мудрый Арон Рубимович не сказал мне ни одну секунду, ну что ж ты так, траля-ля. Он сказал, простите, а я мешал вам залезть в учебники, вон их у меня тут, и найти решение. Она нашла решение и нам его представила. Я больше так себя не вела, никогда в жизни. Но право ученика найти решение в открытом доступе и рассказать его, если ты понял, как, то какая разница, откуда ты его взял. Но для них принципиально важно понять эту связь между решенными задачами и контрольной. Поэтому треть заданий повторяет задания контрольной, по крайней мере, самые простые. У нас есть проблема троечника и двоечника с тем, чтобы его не демотивировать. Потому что мой отличник и так шестерки будет решать, ему скучно на простеньких. А троечник должен понять, что если он до этого прорешает, то оно же ему и встретится. Понятно, что через некоторое время им становится так скучно, они просят из контрольной убирать тождественные задачи. Но это происходит чуть-чуть позже. Вот приблизительно так. впечатление, что переменилась система ценностей в последние пару лет, почему-то это перестало работать. Я понимаю, что это зависит от личности учителя. Это я все понимаю. вы знаете, прагматизм, да, нет, прагматизм, он, ну, как сказать, что появляется целое поколение, которые никак не связывают свой жизненный успех со своим трудом. Да, конечно, про это он, Лунгин, целый фильм снял. Нравится он вам, не нравится, но я, например, пошла смотреть «Даму пик» в тот момент, когда услышала цитату Лунгина, что я выхожу на улицы и вижу мальчика в драных джинсах, которые хотят выиграть у судьбы в карты. Вот это выиграть у судьбы карты как единственный способ достижения жизненного успеха, да, конечно, выросло очень большое такое вот поколение, само собой, разумеется, но мы-то с вами отчетливо понимаем, что у судьбы в карты выиграть нельзя. Вот это абсолютно точно. Поверьте мне, у меня, к сожалению, нет такой счастливой возможности про это рассказывать долго, но зная мир большого бизнеса, я знаю, что все, кто выиграл у судьбы в карты, либо уже сидят, либо умерли. Что? Либо очень много работали. Нет. А дальше это, извините, это другая ситуация. Что означает выиграть у судьбы в карты? это имеется в виду жениться на богатой, получить случайное наследство, на спекуляции сделать бабла, а потом прокрутиться еще 3-4 раза. Это имеет смысл без труда вытащить рыбку из пруда. Наша любимая затея так скажем Иванов-дураков и всех остальных. вот это поколение, ну да, конечно, есть, но мы все равно с вами, у нас нет другого пути, кроме как пытаться раз за разом объяснять, что нормальные бобры, прилежные добры. Я с детства любила это стихотворение. Нормальные бобры, прилежные добры. Но вот однажды в темный лес к пруду под желтой ивой пришел особенный бобер, нахальный, ленивый. Он по воде хлистал хвостом, он для плотины не носил ни веток и ни глины, зато прибольно укусил он выдренного сына. Он песни спел с набитым том, там что-то тра-та-та-та, он по воде хлистал хвостом, но убедил нас только в том, что знали мы давно. Нормальные бобры, мы должны с вами менять опыт жизни, понимая, что действительность становится цифровой. Я ведь ни в какой момент не сказала, что мы должны с вами менять местами добро и зло. К счастью, гуманитарные ценности остаются теми же. Труд остается трудом, любовь остается любовью, дружба дружбой, но всему этому есть место на уроках математики. Так я заканчиваю эту историю, у меня другого способа нет, просто у меня через 5 минут начинается зачет у студентов, извините, пожалуйста.